Дякую, что державные поддержки у потерпелых у вынеку аварий на Чарнобыльской АЭС районах створаются новые сучасные вытворчасти. Как на передо дне 30-й годовины Чарнобыльской катастрофы живет Лельчицкий район. Доведался наш корреспондент Яуген Пабалавец. У Лельчицким районе реализуют одразу два масштабные проекты, связанные с переодолбанием наступства от авары на Чарнобыльской станции. У Лельчицким агросервисе наладжены выпуск сапропелю, в Углушковичах развивает шебневый завод. Инвестиции по двух объектах вагаются у померы 70 миллиардов рублей. Сапропель – это шматваковые донные откладания просноводных водоемов, которые сформовались за адмерлой водной рослинности, рыжку живых организмов, планктону, так само частиц глебового пирогною. Сапропель – уникальный продукт, один органичное угноение, что уживается для коренного поляпшения санации глеба. Додаете его и в рационы сельскох господарших живелы у якости минерального подкорма. Перед тем, как начать выраблять сапропель, ученые провели целый комплекс доследований у трех из подарков Лельшинского района. Выники признаны удалыми, якость сапропеля высоко оценена специалистами. Есть интерес для белорусских угноений, навод в Испании. У Лельшинском районе есть уся потребная сыровинная база для такой вытворчасти. На предприемстве провели реконструкцию, обсталевали цех двумя линиями. По вытворчасти биологично активных витаминизованных кормовых добавок на подставе сапропелью и по экструдовании с божжа. В смешивании сапропелью получается кормовая добавка, которая очень хорошо усваивается как крупнорогатым скотом, так и мелким скотом. У вынику предприемства отрымает додатково омаль 19 миллиардов рублей вырушки у год. В Лужскевицке-Шебневый заводах это 300 працованных местов, около 6 миллиардов рублей только податковых поступлений у скорбонку района что год. Постраховая праца предприемства стала мочимой дякаучи техничному переузброению. Три годы назад, шаб завод набыл 10 атотехников, конусную и шоковую дробилку. Годом поздней – сведровальный станок немецкой вытворчасти, два гидравличных экскаватора и гидромолот. Таким образом, общий объем инвестиций в наши предприятия по программе ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС составил порядка 33,5 миллиардов рублей. Колоссальная сумма, но она благодаря этой государственной поддержке с предприятия стабилизировалась и вышла на рентабельную работу в процессе своего производства. Правда, как два проекта працывали больше эффективно, треба полепшить логистику. У Лельшицком районе давно марать парчигунку. Проект – это затратный, але специалисты переконаны – усе окупица. Лельшицкий район багаты корыстными выкопнями. Это и бетонитовая глина, и сапропелли, и гранит. Сегодня уже и проект разработан. И именно ищем инвестора, который вложил в наш регион на перспективу. Но перспектива есть. Перспектива будовництва Чигунки – справа наиближайших 2-5 годов. А по кульпо терпелые районы развиваются, дякуючи потрымцы державы. За 5 годов в рамках Чарнобыльской программы только у одной Гомельской области было реализовано 17 спецпроектов на сумму большим 470 миллиардов рублей. Яген Паблавец, Игорь Марышенко, Телера до компании «Гомель».